Доходы бюджетников вырастут, а многодетным семьям помогут быстрее решить жилищный вопрос. Это предусмотрено бюджетом 2020 года. Сегодня пакет документов на будущий год утвердил Кабинет министров. Социальная нагрузка на бюджет увеличена, а доходная часть останется на прежнем уровне. Как итог, бюджет сверстан с дефицитом. Но недостающую часть покроют накопленные средства прошлых лет, пояснили в Минфине. Максимально оптимизирована господдержка экономики, в том числе предусмотрены новые механизмы. Так, предприятиям предложат лизинговые схемы закупки новой техники, но лишь на условии своевременных расчетов. В правительстве рассчитывают, что это улучшит дисциплину платежей в новом году и снизит нагрузку на финансовую систему страны. Мы в рамках бюджета 2020 года решаем задачу по доведению уровня заработной платы в бюджетном секторе не менее 80% от средней заработной платы в экономике. Это, наверное, самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год. Он полностью соответствует поручениям президента. Неоднократно президент об этом говорил и давал поручения правительству выйти на уровень достойной оплаты труда в бюджетном секторе. С 2020 года эта проблема будет решена и заработная плата не будет ниже 80% начиная с самого начала года от средней по экономике. На будущий год заложен рост экономики в 2,5%. Замедление связывают с ухудшением внешних условий. Накануне ожидания по росту мировой экономики также были снижены. Это сказывается на падении спроса на белорусскую продукцию за рубежом. В сложности добавили и проблемы с грязной российской нефтью.